Действительно, за последние три года усилилось количество публикаций, материалов о коррупционных преступлениях, деяниях, много проводится соцзапросов. Журналисты стали активнее освещать эту тему, очень много важных базовых выступлений со стороны политиков, высших должностных лиц России. И усилилась правоприменительная практика среди тех, в отношении кого применен закон, и следователи, и прокуроры, и представители избирательных комиссий, правоохранители, работники иных сфер. Но, тем не менее, как показывает практика, коррупция не собирается сдаваться, она не снижается, объемы взяток растут, злоупотребления очень серьезные. У людей появляется неверие в то, что можно что-то исправить. Согласно соцопросам, граждане настаивают на ужесточении законодательства, на неотвратимости наказания, потому что люди считают, что будут находить и впредь стрелочников, каких-то милиционеров, или врачей, или учителей, а бизнесмены, политики, в том числе и в высших эшелонах власти, неприкосновенны для закона. Вот это действительно серьезная проблема, перед законом должны быть все равны, и как раз именно опыт и Сингапура, и Гонконга показывает то, что не стало вот этих ограничительных барьеров, не стало этих священных неприкасаемых фигур, а все в одно прекрасное время стали перед законом на равных. И именно в таком случае будет иметь смысл и активность общественных организаций, и средств массовой информации. Мы говорили о том, что журналисты во многом беззащитны, потому что очень велико насилие в отношении журналистов, дискриминация журналистов, запугивание журналистов. Правозащитники тоже могут сколько угодно писать, обращаться с запросами, письмами, они просто не принимаются во внимание институтами власти, правоохранительной сферы, поэтому назрела необходимость закрепить законодательно и защиту свидетелей, и особый статус общественных запросов, которые связаны с противодействием коррупции. Нужно посмотреть и опыт других стран, например, Украина, где подготовлен законопроект об общественном контроле. Мы говорили о том, что борьба с коррупцией будет просто имитационной, если мы одновременно не будем добиваться независимости нашей судебной власти, здоровой политической дискуссии, обновления политического спектра. Борьба с коррупцией невозможна без реальных реформ в экономической и социальной сфере, невозможна без совершенственной работы всех ветвей власти. Это действительно очень сложный, небыстрый, мучительный процесс. Важно говорить и о правовом просвещении людей, и о воспитании культурных, духовных ценностей. Необходимо вооружать общественные организации действенными механизмами по профилактике коррупции. Такие доклады, дискуссии, которые были сегодня, открывают людям глаза, сплачивают неправительственные организации, выстраивают систему диалога общества и власти. У нас сегодня были и депутаты Государственной Думы, председатель Московской Городской Думы, представители Генпрокуратуры, МВД, Счетной Палаты. Очень много лидеров неправительственных организаций. Я думаю, путем таких дискуссий мы будем постепенно продвигаться вперед. Спасибо. Спасибо. Спасибо.